Всем привет, вы на канале Лунные Янки, меня зовут Алекс Кокос, и сегодня мы поговорим об обманчивой милой детской передаче «На ножка и поножек», снятой под заметным влиянием культовой в нижнем интернет-фольклоре страны грибов. Поехали! «На ножка и поножек» «На ножка и поножек» – чешская телевизионная сказка, по легенде созданная в 1986 году. Главные герои – две театральные носочные куклы, семейная пара «На ножка и поножек». Также упоминается ребёнок, которого они называют «повидло». С каждой серии «На ножка и поножек» становится всё более агрессивным, погружая сериал в пучины авторского безумия. «На ножка и поножек» живут в многоквартирном доме, полном грязи и пауков. «На ножка» покорно подчиняется мужу, выполняя все его приказы. Сюжет нельзя упрекнуть в отсутствии сексуальных намёков, однако помимо обсуждения домашнего насилия, сериал поднимает тему религиозной одержимости. Каждая серия заканчивается цитатами из библейской книги «Откровение Иоанна Богослова», также известной как «Апокалипсис». Сериал «На ножка и поножек» якобы был замечен в чешско-словацкой базе данных кино, где заявлялось, что он производился в Германии в 1986 году под первоначальным названием «Авбен Хюнзока». Страница более недоступна, что как бы наталкивает на размышления, но скриншот позволяет ознакомиться с изначальным синопсисом сериала. Поножек живёт в панельном доме, куда приглашает свою подругу на ножку. Она хочет уйти от него после третьей серии, но Поножек мучает её и никуда не отпускает. Следующие семь серий раскрывают разум психопата Поножка и отчаяние бедняги на ножке. Во втором сезоне Поножек находит нового друга, который помогает ему с заточением на ножке. Третий и последний сезон состоял всего из трёх серий, в которых Поножек постепенно сходит с ума. Насколько получившееся шоу соответствует изначальному замыслу? Сейчас узнаем. Первая серия под названием «Добро пожаловать и ложь» начинается с вида двух многоэтажных панелей, которые в следующем кадре оказываются изображением на стене. Овечка, добавленная на передний план, тихой сапой прокладывает дорогу эсхатологическим мотивом искупления, символизируя агнца божьего. Напомню, что по легенде сериал снят в 1986 году, в год Чернобыльской катастрофы. Человечество пало и должно понести наказание. Далее в кадре появляется Поножек, готовящийся к визиту гостя. Носок общается со зрителями и несколько раз спрашивает, кто стучится. После тревожной паузы нас знакомят с на ножкой. Поножек приветствует на ножку, и она делится с ним своим восторгом по поводу этого места, говоря, что ей нравится грязь и пауки. Поножек показывает ей, где находится левый и правый угол, а затем указывает на зрителей, как бы делая нас частью экскурсии, частью дома. На ножка интересуется, есть ли у нас углы. Поножек отвечает некоторые. Серия заканчивается цитатой из 13 главы Откровения Иоанна Богослова. И увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять и один, а на головах его имена богохульные. Вернемся к обсуждению углов. В переводе с чешского слово «рог» имеет два значения – угол и рог. Пользуясь с позволения автора библейским смысловым аппаратом, делаем вывод, что вопрос на ножке звучал как «Есть ли у нас рога?», то есть насколько мы подвержены злу. Во второй серии под названием «Укрепление связей» или же «Крепление наручников» поножек показывает на ножке кухню, на которой готовят гостиную, в которой смотрят, и входную дверь, поверх которой появляется слово «зверь» по-немецки. Непонятно, по какую сторону двери находится этот самый зверь, начало или конец хаоса и разрушения символизируют образ Антихриста. Затем на ножке спрашивает, где она будет спать, в ответ на что человеческая рука обозначает место рядом со сливом на грязном полу в подвале. Наконец на ножке спрашивает, почему ты так сильно обо мне заботишься, и поножек отвечает «Я укрепляю связь». Заточение на ножке в подвале вкупе с мотивом наручников наталкивает на мысли о похищении. В конце серии мы видим продолжение 13 главы Откровения Иоанна Богослова, и дал ему дракон в силу свою, и престол свой, и великую власть. Следующее видео под названием «День матери» нельзя назвать классической серией, а скорее короткой зарисовкой. На заднем плане мы видим два полуразрушенных панельных дома из предыдущих серий. Далее кадры фокусируются на овце, у которой отсутствует кусок шерсти, а также поврежден глаз и кровоточит нога. На экране появляется цитата Анна Рэда Бальзака. Без плохих потерей не бывает плохих детей. Одноглазая овца может символизировать людей, видящих лишь половину правды. Под матерью явно подразумевается творец, источник жизни, бог, а под детьми – люди. Полуразрушенный вид здания, скорее всего, является последствием Чернобыльской аварии. Интересный факт, что Чернобыльскую катастрофу, как одну из горести, что наполняют землю в смутное время, символизирует звезда полынь, с которой, согласно Библии, должен начаться Армагеддон. Чернобыльник – одно из названий полыни обыкновенной. В третьей серии под названием «За правды» и Поножик зачитывает на Ножке распорядок дня в их доме, включающий в себя подъём в 8 утра, завтрак, уборку, обед, игры и ужин. Ноножка спрашивает, а кто всё это делает? После тревожной паузы Поножик отвечает… Закономерный вопрос, делает ли что-нибудь Поножик, оборачивается второй напряжённой паузой. Ноножка спрашивает, ты собираешься передать это детям, упоминая некоего Виктора. В конце концов, она говорит, что уходит. Действие прерывается помехами, после чего Поножик, пытаясь остановить Ноножку, кричит, что она никуда не уйдёт. Ноножка ником не будет! Далее следуют приглушённые звуки ударов и слаборазличимые крики, по типу «Ты всё портишь». Продолжение 13 главы Апокалипсиса гласит, одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Четвёртая серия под названием «О поведении» начинается с извинений за грубое поведение на Ножке в прошлой серии. Поножик говорит, что он выбил всю дуру из её головы. После внезапной заставки Поножик начинает разговор о детях. Он говорит, что не каждому под силу любить и заботиться о повидле. Видимо, так он называет своего ребёнка, и поэтому существует разделение ролей отца и матери. Папа играет с повидлом, учит повидло и любит повидло. А мама меняет подгузники повидлу, стирает подгузники повидлу и кормит повидло. В этот момент, как будто из угла комнаты доносятся жалобные стоны на Ножке. «Пусти меня к нему!» Но что Поножик кричит, что ей запрещено приближаться к повидлу, и если она не заткнётся, она его больше не увидит. На Ножка не желает молчать, и тогда автор снимает носок с руки и бросает его об стену, обнажая гнев Поножка. Он начинает дышать всё чаще и громче, видимо собираясь напасть на На Ножку. Серия традиционно заканчивается цитатой из Апокалипсиса, и поклонились дракону, который дал власть зверю. Действие пятой серии под названием «Перед уходом» впервые покидает пределы дома и переносится на улицу. На Ножке и Поножик наслаждаются солнечной и тёплой погодой, внезапно включается музыка, и куклы начинают петь про себя, свой дом и повидло. На экране появляется надпись «Вы смотрели пятую серию сериала «На Ножка и Поножик», но они продолжают свой музыкальный номер, прерывав финальные титры. Они поют, что пора прощаться. Пение «На Ножки» явно нервирует Поножка. Должен отметить, что приём сжатия кулака, передающий нарастающую агрессию Поножка, выглядит довольно пугающе. В последний момент природа на фоне сменяется знакомой стеной подвала. Цитата в конце гласит «Идыны были ему уста». Это последний классический эпизод сериала, но на канале есть ещё много любопытного контента. В следующем видео под названием «На Ну-2» нам показывают нижнюю часть двери, из-за которой доносится голос Поножка. Он приветствует зрителей в шестом эпизоде шоу. После небольшого диалога с импровизированным гостем, он начинает плакать. На фоне появляется звук приближающихся шагов и чей-то женский голос. О нет, вы сломали наш инструмент. Виктор Шалил. В субтитрах таинственный персонаж обозначен буквой «М». Что могло заставить такого психически неуравновешенного тирана, как Поножек, сорваться на плач? «М» говорит, что он сломал какой-то инструмент. Волей-неволей приходишь к страшному выводу, что речь идёт об убийстве на ножке или их ребёнка повидло. Что касается личности «М», вспоминая зарисовку про плохих матерей и забегая чуть вперёд, остановимся на версии, что «М» — это мать Поножка. Далее следует рождественский эпизод. Рассказчик рисует картину прошлого, говоря, что давным-давно в одном старом подвале жили двое. Сейчас же, в канун Рождества, Поножек пребывает в печали, тоскуя Пононожке. Видео заканчивается объявлением «Ищу на ножку» с нечитаемым адресом. Вот мы и выяснили, чью смерть оплакивал Поножек. Пропустим видео «Наш ответ» и остановимся на пилотной серии шоу «Носочной сказки» о сотворении. В ней Поножек рассказывает сказку о мудреце, который стоял в начале всего и будет стоять в конце. Мудрец, уставший смотреть на грязь и низость людскую, создал под гордыми башнями Вавилона пространство, отделенное от внешнего мира, в которое никто, кроме его и его людей, не мог войти. Поскольку это место стояло под ногами Содома, он назвал его подвалом. Мудрец создал Агнца по образу и подобию своему и дал ему задание найти подчиненного, с которым он сотворит потомство. Мудрец благословил его и сказал плодиться и размножаться, заполнять подвал и просвещать людей, дабы в день очищения сжечь всё аморальное. Мудрец остался доволен своей работой. И было утро. День шестой. Поножек говорит, что мудрец всё видит и не любит злого умысла. Иногда одного сожаления недостаточно и должно наступить наказание. Загадочная М говорит, «Виктор, он будет здесь через минуту, попрощайся». Поножек поспешно прощается и серия заканчивается посланием. «Пожалуйста, откройте свой разум на дюйм», первые буквы которого складываются в сообщении «Помогите». Если разбирать символизм истории, то подвал, находящийся под Вавилоном, это ад, а сотворивший его мудрец – сатана. Не случайно он отдыхает на шестой день, и ведь в Библии число шесть обычно используется для обозначения чего-то несовершенного. В рабочей неделе шесть дней и один день для отдыха. Самый известный пример использования данного числа в Библии – шестьсот шестьдесят шесть, или число дьявола. В следующем видео под названием «День умных детей» зрителям бросают вызов найти тайник, спрятанный в кирпичной стене между двух зданий, подозрительно похожих на те, что мы видели в сериале. Чешские пользователи без труда нашли это место в Праге. Содержимое тайника разберём чуть позже. Следующее видео под названием «ПП-2», судя по всему, должно было быть вторую частью носочных сказок, но что-то пошло не так. Цитирую рассказ Поножка. «Стоял дома с тысячи глаз, и все смотрели не в том направлении. Тогда мы откопали одного из них и решили показать ему правду. Но он шарился по углам и не видел её. Это могло быть началом, но стало концом. И поэтому в порыве гнева…» На этом Поножек осякается, и после двух неудачных попыток закончить фразу убегает из кадра, спрашивая маму, почему он должен говорить о ней. Рискну предположить, что речи на ножке. Он жалуется, что не хочет читать это. Мама просит протянуть его руку. Она говорит, что дети часто чего-то хотят, но когда те, кто вдохнул в них в жизни, просят что-то взамен, следуют лишь отговорки. Но дети хотят своего сейчас. Им всё равно, что они кого-то подвели. Они умоляюще протягивают руку, ожидая награды. Но непослушные найдут в ладони своей вместо подарка угли. А самые непослушные – горячие угли. Видео заканчивается жалобными стонами Поножка. Для понимания контекста данной истории стоит упомянуть, что авторы сериала вели очень открытую и тесную коммуникацию со зрителями. Так, к примеру, чуть ранее они выпустили видео «Наш ответ», в который вошли кадры блогеров, анализирующих их детище, а также сообщения простых работяг в Фейсбуке с умилительным финальным напутствием, что они так близко и так далеко. Если бы не носок, заявляющий, что он всех убьёт, было бы совсем прелестно. Вернёмся к сказке. Вчитать в «Дом из тысячи глаз» символ человечества мы ещё успеем, а пока подойдём с позиции авторов, наблюдающих за своими фанатами со стороны. «Дом из тысячи глаз» – это мы, зрители. Мы все смотрим не в том направлении. Тогда авторы спрятали тайник в нашем мире, дабы приблизить одного из нас к истине. Найдя послание, мы так ничего и не поняли, тем самым разгневав поножка. Иными словами, не всё, что можно увидеть, правда. Любая незначительная ложь может обратить тысячи глаз во тьму, а правда иногда ближе, чем кажется. Так близко и так далеко. Последнее видео на канале под названием «Носковые песни» выполнено в стиле караоке. В нём поножек поёт песню про всевидящего мудреца, которого нужно поклониться, чтобы он не обратил тебя пламенем. В конце песни поножек со страхом в голосе напоминает матери, что она обещала его отпустить, после чего мы слышим потряхивание спичечного коробка, и поножек сгорает заживо. Также в лучших традициях страны грибов авторы сериала сделали что-то наподобие игры, хотя сыграть в него у вас не получится, поскольку любое действие в ней ведёт к её сворачиванию. В интернете также есть перезалив бонусного эпизода сериала. Из интересного в нём только стоп-кадр с изображением Лилит, первой женой Адама, ставшей впоследствии злой демоницей, убивающей младенцев. Авторы шоу очень ловко манипулируют зрительскими симпатиями. На первый взгляд кажется, что поножек – главный антагонист сериала, злобный тиран, похитивший и заточивший на ножку в подвале. Но быть всё так просто, сериал обошёлся бы без библейских отсылок, избивающих с толка дополнительных материалов, выводящих на сцену третьего персонажа – мать-поножка. Итак, мать, представленная в образе мудреца, воспитывает поножка в определённой вере. Возможно, она возомнила себя богом, или же наоборот – сатаной. Вспомним зверя из 13 главы Откровения Иоанна Богослова. Это образ антихриста, которому сатана передал свою силу. Также и мать, желая оставить после себя преемников, чтобы передать им свою власть, приказывает сыну найти девушку для продолжения рода. Поножек приводит домой на ножку, и они вместе заводят повидло. После этого мать говорит на ножке, что ей пора идти, позволяя ей спеть прощальную песню, и уже в следующем видео мы слышим, как Поножек оплакивает смерть на ножке. Теперь понятно, что под инструментом мать имела в виду на ножку, ведь в её глазах она была не более, чем инструментом для продолжения рода. Мать убила её попросту за ненадобностью, вменив вину психически неуравновешенному сыну. Она начинает использовать Поножка в своём крестовом походе против невежества и смуты, просвещая людей своими иносказательными проповедями. Но сын начинает сопротивляться, и она угрожает ему судьбой на ножке, что, однако, не останавливает Поножка, поэтому мать даёт ему последнее задание. Поножек записывает хвалебную песню мудрецу, в конце которой мать воплощает в жизнь свои угрозы сожжения неверных. Осталось выяснить, кто такой Виктор, и что случилось с Повидлом. Следуя принципу Акамы, забегая чуть вперёд, делаем вывод, что Виктор — это и есть Повидло, сын на ножке и Поножке, оставшийся без родителей по вине обезумевшей бабушки. Он сбегает от неё и пытается рассказать свою историю посредством данных видео. Спрятав тайник в ролике «День умных детей», он говорит, «Надеюсь, они скоро поймут тебя, отец». В коробке была найдена фотография на ножке и записка с возможностью задать вопрос автору, подписанная «В». Зрители спросили, с какой целью вы снимаете сериал на ножке и Поножек? В ответ на что, Виктор опубликовал продолжение сценария с второго эпизода «Носочных сказок». Полностью он звучит так. Стоял дом из тысячи глаз, и все смотрели не в том направлении. Тогда мы откопали одного из них и решили показать ему правду, но он шарился по углам и не видел её. Это могло быть началом, но стало концом, и поэтому его охватил приступ гнева. И сын Агнца, вышедший из слёз её, был избавлен от лжи Вавилона. Он стал домом тысячи глаз, и все они всё ещё смотрели во тьму. Однако оплакивание матери породило свет, который в день очищения сожжёт всё нечистое. Эта история идеально вписывается в нашу теорию. Мать, одержимая идеей вернуть человечеству утраченную веру, возлагала большие надежды на сына и его девушку, которую они якобы избрали из тысячи других, чтобы показать ей правду. Но на ножка восстала против религиозного диктата, царившего в семье, и разочаровавшаяся мать убила её. Потрясённый поножик стал сомневаться в верности выбранного матерью пути, и тогда мать, опасавшаяся, что его сомнение перейдёт Виктору, поспешила избавиться и от него. Виктор был обречён стать преемником её взглядов, но что-то пошло не так. Он узнал о судьбе своих родителей, и вся его скорбь поплатилась в данном шоу. На ножка и поножик, один большой крик о помощи. Либо же план матери удался, и Виктор всем этим спектаклем пытается донести до нас её учения. Виктор тщательно скрывает свою личность, позволяя узнать о себе лишь незначительную информацию. Так, например, у себя в фейсбуке он выложил фотографию книги на ножке и поножке за авторством некоего Виктора Плетёного. В первой серии носочных сказок после надписи «Выполнено» следует кадр с именем Поножка, перекрытый белым блоком. Досадно, однако нижняя часть фамилии совпадает с написанием фамилии Виктора. Плетёный. Мало что дающее, но любопытная деталь. На этом всё.